10 фильтров, они поочередно вымываются. Есть автоматический забор на анализ воды. Сейчас председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова знакомит со станцией обезжелезования в Ивантеевке. Это новый объект, введён в эксплуатацию в текущем году. Станция обеспечивает водой порядка 20% ивантеевцев, что позволило значительно разгрузить ВЗУ номер 2. Внутри всё полностью автоматизировано. Работе объекта рассказали Сергею Пахомову в рамках его визита в округ. Речь идёт о двух домах. Это номер 5 и 5А на втором Некрасовском проезде в Пушкино. Здесь проводят работы по утеплению фасадов с применением трёхслойных утепляющих панелей с усилением фундамента. Ранее, в 2015 году, тут заменили лифт и провели комплексный капитальный ремонт домов. Отремонтировали кровли, инженерные системы в подвальных помещениях водоснабжения, отопление и канализации. Теперь дошло дело и до фасадов. Закончить всё должны в течение четырёх месяцев. Дома становятся теплее. Фасады – это не только красота, но это ещё современные материалы, которые существенно утепляют стены. Естественно, энергоэффективность, теплопроводность и всё, что с этим связано. Поэтому, конечно, это одна из важнейших работ при программе капитального ремонта домов. Но если в целом говорить, конечно, по округу и Красноармейск, и Вантеевка, и Пушкин, конечно, требуется какая-то, может быть, даже отдельная программа капитального ремонта, потому что слишком уж запущенная ситуация долгие-долгие годы была с текущим ремонтом домов. Поэтому сегодня они уже требуют капитального. Здесь всё допускать нельзя, но мы с главой практически целый день сегодня обсуждаем именно эту проблему и будем думать, как вместе её решить. Будем обращаться к коллегам в правительство Московской области, в фонду капитального ремонта региона, чтобы нас поддержали как-то по-особенному в этой работе. Как преобразится Советская площадь Сергею Пахомову показывают на проекте. Тут будет современно, эргономично и красиво. Такая масштабная реконструкция площади стала возможным благодаря софинансированию с Министерством благоустройства Московской области. Здесь полностью сменят плитку, обновят малые архитектурные формы, поставят новые скамьи и урны. Вместо старого фонтана появится сухой, без чаши и без бассейна, светомузыкальный, наподобие того, какой есть в Ивантеевке на площади. Рядом с фонтаном установят качели. «Мне понравился, конечно, плоский фонтан. Сейчас это уже современность. Хотя и от истории тоже уходить не стоит. Я знаю, были дискуссии, сохранять ли Пушкина с Крыловым. Но это их законное место, поэтому правильно сделали, что комфортно их вписали в современную площадь». Завершить реконструкцию площади должны до 1 сентября. В рамках реализации проекта «Городская среда» благоустроит и сквер молодожёнов у ЗАГСа. Там появятся новые архитектурные объекты, чтобы можно было делать красивые свадебные фотографии. Кроме того, всю территорию приведут в порядок. С проектом также ознакомился Сергей Пахомов. Идея ему понравилась. Свой визит в округе Сергей Пахомов завершил небольшим субботником. Депутат Госдумы и глава округа Максим Красноцветов приняли участие в посадке цветов возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А также помогли покрасить ограждения. Подключились к уборке памятника и юнормейцы. «Вообще, это хорошая акция по стране, добрая, понятная и взрослым, и молодёжи. И очень хорошо, что детишки, волонтёры всегда тоже с большим удовольствием принимают участие. История наша, всё, пока мы этим заняты, пока мы ухаживаем за этими памятниками, память наша жива, значит, мы сможем уберечь и себя, и потомков наших от каких-то ненужных решений. История – это важно». Сейчас в округе в преддверии Дня Победы приводят в порядок все памятники и мемориалы. «Всего у нас в городском округе 47 памятников. Все мы приводим перед 9 мая, конечно, в порядок. Красим, белим, чистим, приводим в порядок зелёные насаждения». Евгения Коломейца, Владимир Парфёнов, Антон Орловский, Юрий Добрунов. Новости Большого округа.